Парк развлечений Аттракционы эксплуатировались на протяжении длительного времени и для соблюдения требований безопасности были привлечены независимые эксперты, аккредитованные в области проверки специализированной техники. Так как обследование проводится только при возможности технического запуска аттракционов, что допускается при положительных температурах, работы были завершены недавно. На сегодняшний день ремонт аттракционов подходит к концу. Напомню, в прошлом году из-за неисправных каруселей пострадали несколько человек, в их числе дети и взрослые. Тогда главного инженера обвинили в оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья посетителей. Кроме того, выяснилось, что ЗАО «Мир развлечений» признан банкротом. Однако это не означает, что парк не сможет функционировать как прежде. С 12 июня здесь заработают практически все аттракционы, за исключением колесообозрения и летающей тарелки. Их просто не успеют отремонтировать к открытию этого парка. А связано это с недостающими комплектующими, которые должны были привезти, чтобы отремонтировать две самые востребованные карусели. Безусловно, такая новость огорчила казанцев, несмотря на то, что город чуть было не остался без единственного парка развлечений. Ну вообще, конечно, радуемся, что хотя бы хоть что-то откроется. Но жалко, что этих двух аттракционов тоже не будет. Потому что, я говорю, в основном все туда ходили. Самые большие очереди там были. У нас единственный парк, по-моему, с аттракционами. И хотели бы время проводить, вечером кататься. То есть и с детьми, и сами. Вот, как бы хотелось бы, чтобы все-таки заработал он. Вот. А то вот стоит пустует. Вот. Будем очень рады, если он откроется, все-таки заработает в обычном штатном режиме. Эльмир Глехмет Вайгуни, Замудинова, Максим Зуйков, Ефир 24.